Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается напряженной, особенно напряженной она сегодня становится в ряде районов Республики. Так, в целом, зарегистрировано 95 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В Якутии зафиксировано 52 случая, по 5 случаев зафиксировано в Жиганском и Нюрнгринском улусах, 4 случая в Алданском, Мамгинском, Мирненском, Уси-Алданском, 3 случая в Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Кангаласском, по 2 случая в Верхневилюйском и Татинском, по 1 случаю в Вилюйском, Ленском, Намском и Черопчинском улусах. Необходимо обратить внимание на то, что мы также продолжаем за сутки делать исследования на новую коронавирусную инфекцию. Их количество составляет 3 012 исследований. Кроме того, необходимо все-таки обратиться сегодня к жителям Республики и еще раз обратить внимание на то, что увеличивается количество случаев в наших сельских населенных пунктах, увеличивается количество случаев в районах Республики, к которым мы, горожане, в том числе, приезжаем на выходные дни. Сегодня достаточно осложнилась ситуация в Амгинском улусе, в Уси-Алданском улусе, в связи с чем, планируя свои выходные, будущие выходные, обращая внимание, горожан и тех, кто собирается приезжать в районы, на необходимость сохранения здоровья тех, кому приезжают ваши родственники. На 8 июля 2021 года в Республике поступило около 272 тысяч вакцины против новой коронавирусной инфекции. Первую вакцину получили 225 647 человек. Использовано 82,8% от общего числа вакцины, поступившей в Республику. Вакцинация проводится во всей Республике и во всех муниципальных образованиях. На настоящий момент активизировалась вакцинация в таких районах, как Нюрнгринский, Алданский район, а также активизировалась вакцинация и в ряде районов, которые являются для нас северными районами. Тем не менее, все-таки до сих пор низкими темпами вакцинации является вакцинация в сельских районах, таких как Чуропчинский и Ус-Алданский. Если в Чуропчинском районе сегодня не фиксируется количество заболевших, то в Ус-Алданском сегодня фиксируются, так же, как и в Амгинском, новые случаи заболевшим, которые непосредственно после расследования выявят то количество, которое у них есть, и заболевших все мероприятия проводятся. У нас начинаются с вами наши традиционные сельскохозяйственные работы. В связи с этим еще раз обращаем внимание на необходимость районными оперативными штабами соблюдения требований санитарных, эпидемиологических и, соответственно, на контроль за теми, кто работает на наших сельхозработах, именно с точки зрения соблюдения требований как таковых. На настоящий момент Министерством здравоохранения осуществляется контроль и профилактическое введение как детей, прибывших в районах, так и все сельскохозяйственные бригады, выехавшие в Силыки, оснащены соответствующим медицинским оборудованием и наличием экстренной связи с медицинскими организациями на территории УЛУСов. Субтитры создавал DimaTorzok